Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о книге «Бытия», мы обратимся к пятой главе. В пятой главе оказалось длинное родословие, которое перечисляет потомков Адама, собственно, потомков Сифа, третьего сына Адама. У Авеля по сюжету, потому как устроен предыдущий рассказ, потомков не осталось, а потомки Каина – неприятные автору народы. Те, которые вызывают страх или которые актуализируют какие-нибудь такие комплексы цивилизационной неполноценности в авторе. Это достаточно тоже обычное дело. те этносы, с которыми авторы рассказов, ни одного только этого, находятся в отношениях скорее не дружественных, а конфликтных по тем или иным причинам. Вот они записываются в потомки каких-нибудь плохих дяденек. А наоборот, те, которые дружественны или тем более родственны авторам рассказов, ну вот обычно являются потомками, так сказать, положительных героев. Ну и вот здесь, в продолжении разговора о том, что вот потомки Каина, они там такие-сякие плохие, мы не из этих, собственно, все человечество, не из этих. И при этом вообще не очень понятно, что кто, какие группы актуальные имеются в виду под потомками Каина. Но важно, что а мы потомки Адама от Сифа, под другой линией. Вот эта последовательность имен, собственно, для этого и нужна. В этом рассказе есть несколько подробностей, которые отличают отдельных персонажей и обращают на себя внимание читателя. Но сначала нужно посмотреть на то, что имеют в виду автор рассказа и составитель. Вот это типичное родословие, значит, происхождение от кого-то хорошего, правильного. Далее. Этот список представлен читателю как непрерывный. Что, вообще говоря, почти никогда не так, если мы возьмем, скажем, в качестве примера какие-нибудь родословия и генеалогии царей в исторических книгах или даже родословия Господа Иисуса Христа в Евангелиях от Матфея и Луки, это всегда некая схема, конечно же. Но важно для автора сказать, мы знаем, мы знаем эту последовательность, можем перечислить, при том, что кто это, что это были за люди, мы не знаем ничего, кроме имени, но ряд непосредственно, вот шаг за шагом, ступень за ступенью, продолжающийся от Адама до тебя, дорогой читатель. Собственно говоря, об этом и призвано сказать родословие. Теперь, ну вообще говоря, всем этим людям приписываются совершенно шокирующие сроки жизни. 930 лет, 912, 840. Ну обычно толкователи, которые пытаются вообще понять, о чем речь, говорят о том, что в целом это все более и более укорачивающиеся сроки. Хотя это тоже не совсем так, потому что в конечном итоге Мафусаил, который располагается ближе к финалу этого списка, оказывается самым большим долгожителем. Существует также весьма оригинальная гипотеза, которую я, в частности, почерпнул у отца Александра Сатомского, о том, что в процессе эволюции буквенных обозначений цифр мог потеряться или, наоборот, возникнуть лишний разряд. И что там, где 930, там на самом деле 93. И это очень может быть, во-первых. Во-вторых, надо учесть, что там вообще была 60-ти речная система счисления, скорее всего, или 12-ти речная. Да, поэтому, что реально означают эти цифры, трудно догадаться. Но очевидное коммуникативное намерение автора и составителя в том, что мы знаем всех этих людей. Мы их знаем. Это не просто вымышленные персонажи. Ну, как, скажем, ты можешь некоего человека просто назвать по имени, или можешь сказать, вот это Иван Иванович блондин. Или у него еще там какие-нибудь другие признаки. Пальцы веером. А у этого были пальцы не веером. И так далее. И это поэтический способ придать рассказу конкретность. Чтобы, еще раз повторю, подчеркнуть, что именно от Адама, от Сифа происходят все эти люди, в том числе мы, кто читает этот рассказ, в том числе те, о ком будет идти речь дальше. Вот такова, собственно, такова задача. Ну, и, конечно, обращают на себя внимание еще некоторое тоже удивительное сообщение о Енохе, который ходил перед Богом, и не стало его потому, что Бог взял его. Вероятно, некое вот предание ближневосточное о временах дальних-дальних праотцов, о тех временах, когда только начинается род человеческий. Вот какое-то восточное предание сообщает нам о человеке, которого боги взяли на небо, или он попал на небо некоторым образом человеке достаточно известным. Вот необычная судьба. Еще одна деталь. Про одного из участников списка мы знаем еще вот такие необычные детали, не такие, как у других. это в первую очередь опять поэтическое следство сказать о том же самом. в первую очередь